Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые гости, подписчики группы Национальной библиотеки Удмуртской Республики. Вновь в эфире серия встреч, на которой мы разбираемся с проблемой наркомании, изучаем способы и пути решения. Сегодня мы подводим итоги всех наших встреч, озвучим еще раз, какие есть выходы из проблемы, способы борьбы с проблемами наркомании и зависимости вместе с нашей гостьей Натальей Сорокиной. Это представитель общественного движения «За здоровое поколение». Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Во-первых, я хочу поблагодарить всех тех, кто смотрел нас, тех, кто был с нами, кто интересуется этой проблемой, потому что проблема это реально очень актуальная. И хочется подвести итоги, то есть в первую очередь, наверное, что-то не доводить до зависимости. То есть это профилактика, это работа с детьми, это, наверное, просто любить детей, принимать их такими, какие они есть, делать все максимально для их общего развития, чтобы ребенок мог найти, наверное, себя в этой жизни, найти какое-то другое занятие вместо того, чтобы употреблять наркотики. И, безусловно, если вы уже столкнулись с проблемой зависимости, то есть мы рады, что вы познакомились с возможностями психологического развития событий, психологической помощи. И следование каким-то духовным принципам, это очень актуально и очень важно. Человек без духовности, ну, наверное, это не человек. То есть это религия, это вера, это следование духовным принципам. Это различные трансформационные практики. И хотелось бы особо, наверное, отметить, да, что на сегодняшний момент по статистике самый большой процент выздоровления от зависимости наркотической, это работа в группах анонимных наркоманов, то есть это работа с спонсором, это с содружеством, где такие же люди, где все столкнулись с этой проблемой и друг друга прекрасно понимают и могут друг другу помочь. Вот как раз затронули мы снова эту проблему наркомании. Есть такой непосредственный вопрос, когда же именно следует начать решать эту проблему? Наверное, непосредственно по мере ее возникновения или же намного раньше? Вы знаете, я думаю, что намного раньше. То есть я думаю, что это надо делать с рождения ребенка. Если вы будете любить своего ребенка, если вы будете принимать его именно таким, какой он есть, не пытаться переделать под себя, то, скорее всего, в вашей семье не возникнет такой страшной беды и страшной проблемы. Любите своих детей. Действительно, любите своих детей, это самое главное. Ну и еще небольшое уточнение. Вы говорили про различные меры профилактики. Так вот, какая же из мер профилактики действительно действующая и самая действующая на сегодняшний день? На сегодняшний момент группа общественного движения «За здоровое поколение» активно занимается профилактикой. То есть это и различные виды кружки. То есть это то, что может ребенка зацепить в этом мире, позволить ему стать социально активным человеком, найти свою цель, получить какую-то определенную мотивацию. То есть помните советские, наверное, времена. Да, это кружки, куда все бегали, то есть и туда, и туда пытались попробовать себя во всех сферах жизни. Ну и где-то, наверное, себя находили. Потому что люди с зависимостью от потерянной люди, к глубокому сожалению, в первую очередь, для самих себя, для семьи, для общества. И, наверное, наша с вами тоже задача – помочь им протянуть руку помощи, чем мы, собственно, и занимаемся. Да, действительно, протянуть руку помощи порой бывает очень важно. И самое главное – сделать это своевременно, как уже нам сказала Наталья. Ну что ж, еще буквально пару слов можете сказать. Какой-то небольшой общий итог о борьбе и о проблемах с наркоманией. Ну, что хотелось бы сказать. Поки решения есть. То есть не отчаивайтесь, не опускайте руки, обращайтесь к нам. У нас очень большая база в общественном движении и тех, кто может оказать психологическую помощь, и работников реабилитационных центров. Мы вплотную связаны с различными видами религиозных структур. То есть наши специалисты могут помочь, опять же, протянуть руку помощи. Да просто обнять и сказать, что все будет хорошо. А это обязательно будет, если есть готовность, если есть желание, есть поддержка. Да, действительно, друзья, все обязательно будет хорошо. Напоминаю, у нас в гостях сегодня была представитель общественного движения «За здоровое поколение» Наталья Сорокина. Вам большое спасибо. И протягиваем руку помощи. Да. Всем спасибо. Всего доброго, друзья. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова